так ребята насос собрал и хотел проверить вот эту датчик уровня топлива в общем разобрал там болталась какая-то хрень и вот она выпала у меня я так и не пойму что это такое вообще в общем вот эта вот хрень я ее ребят отпаял вот это вот верхнюю часть вот верхнем где вот на не видно припой она была вот здесь вот прям сама вверху так вот друзья я разобрал теперь здесь видно вот такую вещь вот это я не знаю что это такое но там еще был кусочек где он вот вот этот кусочек там болтался он отколк и вот отсюда вот сверху и плюс вот это вот была припаяна с края бочонка это было как-то вот так вот или это чип или это какое-то сопротивление когда он высыхает когда нет бензина то загорается лампочка то есть он уже как бы не передает ток но хотя если подумать по-другому что когда он замкнутой цепь у вас замкнутая да и лампочка у вас горит когда он разомкнутой цепи вас разомкнута и соответственно лампочка не горит он у меня был разомкнутой лампочка не горела как вы сделать что он был замкнутый лампочка будет гореть ребята я не знаю скорее всего нужно заказать будет новый бочонок вот такой вот наверное идет сборе вот с этой скобой все это печалька конечно есть блин придется заправлять всегда полный бак на каждой заправке мимо каждой заправки было проезжать и заправляться печалька ребята печалька чего хотели или придумать какой-нибудь поплавок не знаю блин а так ребята вот насос от жиги стоит вот таким образом хомутики должны быть тоненькие тоненькие которые обжимаются легко вот такие хомутики здесь короче на ну в общем то ребят я думаю все понятно да здесь все термоусадках провода два с половиной квадрата я взял припаял вот как можно ближе к родным здесь вот тоже минусовой тоже толстый провод теперь осталось мне порешать вопрос ребята с датчиком топлива а кстати еще когда вы одеваете вот эту вот гофрочку ее надо конкретно греть конкретно одевать и быстро затягивать в течение там 10 секунд чтобы она не успела остыть я вот прям быстро затянул и все хорошо так вот ребята в общем все все переделано лютый колхоз в этом бочонке установлен был терморезистор оказывается он бывает горит он идет на 1 килоом сейчас у меня нет возможности искать и как бы я не вижу смысла опять вот или покупать за 700 рублей например с автомобиля и ставится до точно такой же бочончик в просто в сборе также суда припаяете его и все и забудете на некоторое время но потом опять у сможет он перегореть и вас не будет гореть лампочка потом опять надо снимать разбирать и опять заказывать перепаивать в общем все это муть она мне не нравится больше ребята вот установлен механический датчик топлива джигулей каких-то там я не знаю просто лежал мне в гараже здесь вот этого дорожка она не подключена под сама под сам датчик уровня топлива потому что блин можно было конечно за место того провода заместный можно было бы но блин куда его опять же ставить блин я в общем как-то не стал заморачиваться я просто оставил ребята вот здесь вот вот эту пластиночку под аварийную лампочку теперь у меня ничего не не перегорит ничего не сгорит будет постоянно работать вот на вот эту всю процедуру у меня сегодня ушло прилично времени весь этот колхоз вот схемка везде все на спайке никаких скруток везде провода хорошенький и до при установке нужно будет немного помучиться это прям по-любому ну и все а так принципе все фигня все круто да ребята и напоследок сейчас еще маленечко чуть подрегулировал теперь у меня контакт замыкается вот здесь вот и смотрите на уровень родного датчика когда вот здесь вот уже заканчивается здесь у меня будет выше то есть маленько заранее будет загораться лампочка и все ребят в общем такая вот работа с главное не забыть поставить крышечку все ребят такой датчик ой датчик говорю и датчики и насос в сборе колхоз лютый но это имеет место быть и можно ездить вообще мне не париться и все ребятки как то так кстати ребята насос залез вообще отлично на удивление только перед установкой промойте вот это посадочное место плоскость я все не мыл я только одну вот по кромку и при установке смажьте вот это вот все хорошей хорошей смазочкой и вот эти шпилечки почистите от ржавчины и смажьте тоже хорошенько потом лишние это все равно буду мыть бак буду мыть красить его все ништяк так больше ребята проверяют датчик отключил мультиметр смотрим пацаны все без шумно ничего нигде не был дыхается вот ребят вот в чем суть ну и вот ребятушки короче провозился сегодня целый день да вы конечно скажете что это типа лютый колхоз там и так далее да ну да ребят я в принципе это не отрицаю как бы заморочился да тоже блин сегодня целый день потратил сегодня хотел вообще другим позаниматься ну этим и другим тоже успеть сделать две цели в общем сегодняшний день но ребятушки что-то не получилось да успеть сделать две задачи выполнить и выполнена только одна задача это вот бак датчик вот этого бака лампочка вернее но зато теперь я ребята знаю если у меня где-то откажет насос или же я не знаю блин я поеду и у меня будет заканчиваться бензин я буду уверен на сто процентов то что у меня сработает лампочка прям вот буду уверен прям вообще потому что датчик механический ему вообще все равно он работает по принципу вот да как дует ветер ну дует ветер что ты поделаешь ты же не можешь остановить его так же он будет дуть вот так же будет и работ лампочка если конечно она не не сгорит но ребята у меня здесь помимо в приборочкой у меня установлена еще одна лампочка выносная и она горит красным индикатором то есть очень прям хорошо конечно у меня была еще мысль заморочиться подключить ее вот эту вот лампочку индикатор через реле чтобы она моргала вот через реле поворотников блин вот но я что-то думаю это слишком уже как бы борщ то будет постоянно вот вы так прикиньте вы едете ночью да и она вот у вас заморгает и постоянно будет моргать блин да это борщ ребят пусть она горит на нее на крайняк можно что-нибудь там вот если ночью она будет ярко но она вроде бы не яркая ну короче ребят увидим еще остается немного короче сегодня пацаны бак выполнен ставьте пальцы вверх кому нравится ребята такая тема и пацаны скоро еще чуть-чуть мне придет цепочка крем и будем заводить мотик и все будет чики-бомбони ребята все будет чики-чики в общем все ребятки всем удачи пишите комментарии любые мысли там вообще кто че хочет мне очень ребят пофиг кто че хочет пишите пацаны я прочитаю вообще коменты и как бы буду в курсе событий кто че думает в общем все ребятки всем удачи всем пока ребята всем здоровья в общем до свидули